друзья всем привет с вами яков и сегодня мы с вами разберем некроманты и этот билд будет одним из лучших в 18 сезоне возможно не самым лучшим но одним из и у нас сегодня некромант пятовод который будет атаковать противников с помощью умения скиллет маг при этом этот некроман будет использовать лонбов и этот лон баф может запускаться двумя способами первое это с помощью нового самоцвета наследие снов к чему власть я в принципе и призываю а второй вариант это с помощью свет на среде кошмаров и что касается этих вариантов что одного варианта что второго варианта тут дорогие друзья смотрите как хотите я предлагаю использовать свет наследие снов еще раз повторюсь в любом случае что один вариант что второй вариант я разберу данном видео ну и если вас такой персонаж интересует то давайте разберёмся и с былдом, и с экипировкой. Поехали! Ну и у этих двух некроматов, в принципе, будет практически всё одинаковое. То есть куб одинаковый, билд одинаковый, нароливание одинаковое, практически вся экипировка одинаковая, за исключением двух колес и самосветов. Так вот, что касается колес, то лон-некроман будет использовать сет наследия кошмаров, который состоит из двух предметов. Это летание неустрашимых, а также пристанище скорых криков. И когда мы на себя будем надевать все дрянные приметы, включая эти два кольца, мы будем повышать свой урон, а также уменьшать входящий в нас урон. Те игроки, которые будут играть через лод-некроманта, то есть используя самосвет, наследие снов, тому потребуется, естественно, сам этот самосвет и два любых других кольца на выбор. Одно из таких колес — это собрание стихий, для того, чтобы раз в фазу кольца поднять свой урон физический. Но второе кольцо — это круг бытия на лучше, для того, чтобы призывать дополнительного скелета мага, а также чтобы эти скелеты маги существовали дольше. Также отличие будет заключаться и в самосветах. То есть те, кто будут играть лон-билдом, тому потребуются такие самосветы, как проклятие пельонных, головорез, ну и, допустим, желудок жарозверя для дополнительного отхила. А те, кто будут играть лон-билдом, тому понадобятся наследие снов, проклятие пельонных, ну и головорез. Но остальные приметы экипировки будут, в принципе, одинаковыми. Ну и они, собственно говоря, следующие. В качестве перчаток мы используем таски артилл, для того, чтобы повысить скорость атаки наших приспешников. А плечи короля скелета тоже будут тут не лишними, потому что они с определенной вероятностью даруют нам пассивку на воскрешение. Также нам не помешают болотные штаны, потому что они будут повышать наш физический урон. Напоминаю, что эти штаны можно получить только с помощью колдуна. Поэтому создайте себе колдуна, ну и с помощью колдуна эти штаны крафтите. Естественно, древними. На запястьях у нас находятся напутники женица. Эти нарочи будут помогать нам восполнять эссенцию, когда мы будем подбирать сферки здоровья. В качестве брони мы используем похоронное убранство. Ну и с помощью этого доспеха мы себе будем более эффективнее восполнять эссенцию с помощью умения пожирания. На шею мы вешаем амулет призрачное видение. Ну и благодаря этому амулету продлевается срок действия умений симулякор. Но при этом мы будем расходовать 5% от нашего максимального запаса здоровья в секунду. В нашей главной руке находится коса цикла. И она будет помогать нам повышать урон от умения скелеты маги. Ну а вторую руку в принципе можно брать любую филактерию. Желательно, чтобы на ней присутствовали три свойства. Это увеличение урона от скелетов магов. ГДР, то есть уменьшение времени в восстановлении умений. Ну а также, естественно, крит шанс. На голову мы надеваем шлем Ликен Дрель, для того, чтобы повысить нашу скорость атаки, а также поднять физический урон. В качестве пояса мы используем Путы Данити, для того, чтобы мы могли получать меньше урона от противников. Ну и в качестве ботинок мы используем призрачные башмаки, для того, чтобы беспрепятственно проходить сквозь противников. Теперь давайте посмотрим, что у нас находится в нашем кубе. Рубрика Бюджетерия, и там у нас Приговор Критзбина. С помощью этого кольца мы будем повышать свой урон. Рубрика Броня, и там у нас Корона Леорика. С помощью этой короны мы будем удваивать эффект от Самосвета, который мы инкрустируем к себе в шлем. Ну и рубрика Оружие, там у нас Мрачный Крюк Реленины. Ну и с помощью этой косы мы будем тоже повышать наш урон. Теперь давайте разберемся, что мы будем ролить в наших приметах. Итак, основной наш урон мы наносим с помощью умения Скелет Маг. Следовательно, повысить этот урон мы можем с помощью трех предметов. Это нашего головного убора, наш ботинок, ну и если получится, с помощью Филоктерии. Скелеты Маги наносят физический урон, поэтому повысить свой физический урон дополнительно мы можем с помощью двух предметов. Это Амулета, ну а также Нарчи. Далее в этом деплее нас интересует очень сильно показатель, это КДР, то есть уменьшение времени восстановления умений. Ну и этот параметр, дорогие друзья, вы должны ролить во всех возможных предметах. Это с помощью одного кольца, второго кольца, Филоктерии, косы, перчаток, наплечников, а также с помощью бриллианта в нашей короне. Кроме того, нас интересует еще и запас эссенции, потому что чем больше у нас будет эссенции, тем больше мы будем наносить урона. Поэтому запас эссенции дополнительно вы должны словить в двух предметах. Это в вашей косе, ну а также Филоктерии, во вторичных свойствах. Также вы эссенцию должны поднимать с помощью еще вашего парагона. Ну вот, дорогие друзья, это в принципе все, что касается нашей экипировки. А теперь давайте разберемся с билдом. Из пассивок мы используем Сила Крови, она нам будет помогать быстрее откатывать наше умение. Долгое служение продлит срок действия скелетов магов. Жизнь и смерть будет помогать нам создавать сферки здоровья, когда мы будем поглощать трупы. Ну а переполняющая эссенция будет поднимать нашу спас эссенции, а значит будет и повышать наш урон в целом. Теперь давайте разберем наши активные умения. Первое это Царство Мертвых и Морозное Царство. Под действием этого умения мы будем замораживать всех противников, ну а значит будет запускаться Кольцо Приговор Клизбина. Ну а также без всяческих проблем мы сможем поглощать трупы с помощью умения пожирания, а тем самым и восполняя себе эссенцию, ну а также создавая сферки здоровья. Следующее умение это Симулякор и Резервуар. Под действием этого скилла мы будем повышать наш запас эссенции, а значит, как я говорил ранее, тоже будем повышать свой урон. Скелет маг и Сингулярность. С помощью этого питомца мы будем наносить наш основной урон. Он будет расходовать всю нашу эссенцию, ну и чем больше у нас эссенции было в момент призыва, тем больше этот скелет маг будет наносить урона. Следовательно, призывать этих скелетов магов надо тогда, когда у вашей банкой эссенции на максимальном уровне. Костяная броня и Жажда мучения. С помощью этого скилла мы будем повышать свою защиту, ну а также будем запускать нашу косу. Потому что именно под действием этого скилла наши скелеты маги будут наносить больше урона. Ну и с помощью умения пожирания и ровно сытность мы будем повышать свой запас эссенции, а также еще повышать наше здоровье. Ну и последнее умение это Проклятие Немоч с руной Время Взаймы. С помощью этого Проклятия мы будем замилять противников, а также они по нам будут наносить меньше урона. Ну а благодаря нашей руне мы будем быстрее откатывать наши скиллы. Ну это все, что касается нашего билда, а теперь давайте разберемся с геймплеем. Что касается геймплея, дорогие друзья, то именно в этой сборке он похож на геймплей Некроманта, который атакует умением трупное копье. А именно, мы будем работать от отката до отката двух скиллов. Это Симулякро, ну а также Царство Мертвых. Но если того Некроманта интересуют только элитные противники, потому что он наносит урон точечно, то в принципе этот Некромант не столь ограничен. Его попросту интересуют огромные толпы противников. И там в принципе не важно, кто будет находиться рядом. Элитный противник, ну или большая толпа продуктивного трэша. Ну а если и одно, и второе вместе взятые, то это будет, наверное, идеальный вариант. В общем, как мы будем поступать? Как только видим противников, мы запускаем, естественно, наше умение Костяная Броня, дабы даровать себе дополнительную защиту. Ну и начинаем всех противников проклинать проклятием. Во-первых, противники будут замедляться. Во-вторых, они будут благодаря проклятию по нам наносить меньше урона. Ну а в-третьих, будет запускаться пояс Путы Данти, а значит мы опять-таки будем получать меньше урона. Если эта толпа противников нас интересует, то мы прижимаем наши два скилла. Это Симулякор, ну а также Царство Мертвых. Ну и начинаем призывать наших скелетов магов. Как только мы призываем наших первых магов, у нас полностью израсходуется вся банка эссенции. И нам ее надо очень быстро восполнять. В этом нам может помогать, конечно же, наше умение Пожирания. Потому что пока будет действовать Царство Мертвых, нам для использования Пожирания трупы не нужны. И мы можем спамить это умение бесконечно. Это умение будет восполнять нам эссенцию, мы будем призывать новых магов. Когда мы будем использовать умение Пожирания, на земле будет появляться сверхки здоровья. Ну а эти сверхки здоровья, дорогие друзья, это наш ресурс, который будет восполнять нам эссенцию. А восполненная эссенция это шанс призвать новых скелетов магов. Но пока действует Царство Мертвых, дорогие друзья, не спешите эти сверхки здоровья поднимать. Лучше их начинайте подбирать, когда как раз какие-то Царство Мертвых закончатся. Потому что когда Царство Мертвых закончится, тогда вы Пожиранием уже не сможете пользоваться. Но после чего вы сверхками здоровья будете естественно восполнять себе эссенцию, ну и мало ли что, восполнять, конечно же, себе еще и здоровье. Но когда вы все сверхки подобрали, всех противников, возможно, их уничтожили, то единственное, о чем вы должны заботиться, это как найти следующую группу противников, ну и начинать их атаковать впоследствии, когда откатятся ваши два скилла. Это симулякор, но и Царство Мертвых. Ну а помогать вам в этом будут довольно-таки высокие показатели КДРа, которые вы должны наролить. Ну а также опятки вашего проклятия, потому что когда вы будете проклянуть противников, вы тем самым будете откатывать быстрее свои скиллы. Кроме того, если вы будете получать еще урон, а это в принципе неизбежно, вы тоже благодаря своей пассивке будете быстрее откатывать ваши скиллы. Ну и в принципе, что одно умение, что второе умение будут откатываться довольно-таки быстро. Так что в этом гипплее особо сильно бездействовать вы не будете. Умения откатились, вы нашли новых противников, можно прожиматься заново. Также хочу заценить ваше внимание, что наши скелеты магии наносят физический урон Также мы играем с помощью кольца собрания стихий А это обозначает, что стимулятор, также царца мёртвых, мы должны прожимать тогда, когда на кольца собрания стихий прокует баф на увеличение урона от холода Но как раз таки после холода уже идёт баф на увеличение физического урона Также не забывайте про оранжевые области силы, которые тоже могут время к времени появляться на земле Но в всяком случае, когда вы будете убивать противников Эти области появляются, потому что на нашем спутнике должно быть такое кольцо, как перстень ока И вот когда эти области появились, с них перебежим, мы будем наносить больше урона Так что, дорогие друзья, их тоже не игнорируйте Ну вот в принципе и всё, что касается этого геймплея Что вы о нём думаете, пишите в комментариях под роликом Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, ну и желаю удачи Сезонного походя! Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать всё новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!